Стремление к сохранению исторической правды о победе советского народа над фашистским злом продолжает объединять белорусов и россиян. Бобруйск принимает участников Международного молодёжного военно-патриотического проекта «Дорогами памяти и славы». В музее 35-й школы имени Батова собираются более 60 представителей Могилёвской, Смоленской, Брянской, Ленинградской, Астраханской областей и Хабаровского края. Торжественный момент – вручение книг памяти от города и района. В этом году мы собираем с каждого региона Беларуси книги память, и затем они составят экспозицию музейной комнаты в городе Могилёве. Это то издание, которое сегодня является неотъемлемой частью белорусского общества, и каждый из молодых граждан Беларуси должен познакомиться с данным изданием и знать о тех зверствах, о тех тяжёлых временах, которые были подвержены наши жители. Автоколонна заметна издалека. Белорусские и российские флаги гордо реют на ветру. Следующая остановка – Белшина. К памятному камню в честь погибших в Великой Отечественной ложатся красные гвоздики. Участники проекта знакомятся с историей и производственными мощностями легендарного предприятия. А гордиться действительно есть чем. В торговом портфеле более 370 моделей. География поставок свыше 20 стран. Конечно, не обходится без фото на память. Прежде всего, хочется сказать, что поражает просто невероятный масштаб. Это огромная площадь, то есть здесь множество цехов. Конечно, поражает высокотехнологичное оборудование. Видно, что это развивает и старается современное новшество вносить, чтобы оптимизировать производство и повысить доход. Ну, то есть впечатает просто невероятно. У легендарного танка Т-34 проходит митинг. Дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь победы и сокрушил фашистское зло. К подножию памятника ложатся цветы. В святом для каждого бобручане на месте особенно сильно чувствуется гордость за свою историю. Сердце наполняется безмерной благодарностью поколению, которое подарило нам мир. Как в 1941 году наши народы стали плечо о плечо, наши деды и прадеды на защиту своей Родины и светлого нашего будущего, так и сейчас наша молодежь и молодежь Российской Федерации ставят плечо о плечо для защиты нашей истории. И мы никому не позволим сфальсифицировать, либо переписать нашу историю и великий подвиг наших дедов, прадедов и нашего советского народа. На площади Победы внимание бобручан и гостей города приковывают две выставки на колесах. Экспозиции посвящены военной истории Могилевской и Брянской областей. Тематические стенды повествуют об оборонительных боях, оккупации, партизанском и подпольном движениях, геноциде, освобождении двух регионов от немецко-фашистских захватчиков. Рядом предметы солдатского быта и фотографии бойцов, которые сложили головы в Великую Отечественную. Вы знаете, очень яркие эмоции, ощущения. Снова вспомнить тех погибших ребят. Они в нашей памяти останутся навсегда. Они будут жить вечно, пока они живут в наших сердцах. Знакомство с историко-культурным наследием города – важная часть программы. Гости наслаждаются колоритной архитектурой и делают селфи с бобром. Следующая остановка – синагога. Шауль Хабабо рассказывает о религии и традициях иудеев. Молодёжь с интересом пробует мацу. Без внимания не остаётся и еврейский дворик на Чангарской. Юноши и девушки любуются красочными фресками и склоняют головы у памятного знака «От жизни к жизни». Посвящён он жертвам Холокоста. Впереди у участников проекта ещё целая неделя путешествий по знаковым местам Синеокой. Но, несомненно, Бобруйск, его история и современность навсегда останутся в их сердцах. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.